Болельщики долго ждали возобновления чемпионата, и в день первого домашнего матча фанаты провели шумное яркое шествие. В колонии около 300 человек. Среди них не только фанаты Владимирской команды, но и друзья нашего клуба болельщиков. На 55-летний юбилей приехали любители кричалок и речевок из Москвы и Белоруссии. Однако полностью черно-белой колонны не была. Присутствовали в ней и национальные цвета Украины. У нас демократия в стране, я так считаю. Каждый выражает свое мнение. Я по сей день так и считаю, что это братский народ. Просто политика влезла в дела обычных людей. Сам же матч поначалу также предвещал продолжение большого праздника футбола. Первый мяч ворота Вологодцев после разрезающего оборону паса Павла Фтюрина забил Валерий Малышев. Через 15 минут у черно-белых возник еще один стопроцентный шанс на гол. В штрафной соперника был сбит Михаил Земсков, но Максим Зимарев реализовать пенальти не смог. Второй тайм также начался по диктовку Владимирцев, но сначала голкипер Вологды парировал удар Зимарева со штрафного, а затем наш защитник Роман Путилин после подачи углового попал в игрока гостей. Очень понравилось то, как команда отреагировала на пропущенный мяч. Я думаю, со стороны было заметно. Мы стали продолжать играть в наш футбол. Мы играли с позиции силы. Как не смешно и как не трагично, с другой стороны, глядя в таблицу, мы играли с позиции силы. Мы применяли высокий прессинг, мы играли флангами. В конце концов, это принесло свои плоды. На 58-й минуте нападающий Вологды опередил нашего защитника и сравнял счет. А спустя 7 минут, после очередной ошибки торпедовской обороны, гости уже были впереди. Я поставил двух больших в середину. В первом тайме это сыграло. В втором тайме абсолютно это не сыграло. В любом случае, я считаю, что это моя вина. За 10 минут до конца матча гости забили еще один мяч и показалось, что это финальная точка. Однако владимирцы не опустили руки и в конце матча получили право еще на один пенальти. На этот раз с 11-метровой отметки не промахнулись. Гол забил Павел Втюрин. Но сравнять счет подопечные Александра Акимова так и не смогли. 2-3. Торпеда проиграла. Первое начало сезона покатились, как-то друг друга почувствовали. И вот именно контроль мяча у нас получался. Сейчас как-то друг друга немножко перестали чувствовать. Я думаю, что следующие игры придет. Чтобы сделать акцент на оборону, надо тогда менять игроков. Самый простой способ менять. Мы немножко другим идем путем. Мы вынуждены и сейчас, я думаю, что будем искать усиление только внутри. Опять же, это моя ошибка. Значит, я так команду подготовил, что проблема в обороне. Несмотря на поражение, владимирцы остались на четвертом месте. А следующий матч черно-белый проведут уже завтра. 22 апреля на домашней арене наша команда примет футбольный клуб «Спартак Кострома». Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.